И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас хорошая погода, относительно дождей нет. Я решил записать немного покатушку на мотоцикле по Японии. Многие просили, проедемся, посмотрим. Да, и небольшие новости, вообще какие вот в последнее время здесь что произошло вообще, в целом расскажу. Значит, как вы знаете, в связи с ситуацией в мире, тут происходят некоторые блокировки разных сетей. В частности, вот Facebook и Instagram заблокировали в России. И, возможно, YouTube также заблокируют. Многие об этом уже говорят. Вот, поэтому, чтобы не потеряться, я рекомендую подписаться на мой Telegram-канал. Ссылочка будет в описании. Там я буду публиковать все последние новости и изменения, что будет происходить на канале. Ну, я также буду продолжать выпускать видео на YouTube. Но, если у вас есть VPN, вы можете смотреть без проблем, я думаю. Ну, тут как бы еще неизвестно, какая будет политика у YouTube, поэтому, скорее всего, возможно, и будет, также придется загружать видео на Яндекс.Дзен и другие платформы. Поэтому, подписывайтесь на Telegram-канал, там будет вся, вся последняя информация по каналу. Также, что еще произошло? Ну, в Японии, как бы, все тихо, спокойно, никаких изменений особо нет. То есть, сейчас, как раз, конец марта. Да, как видите, вот сакура вовсе уже цветет. Возможно, это даже и слива тут и вблизи не видно. Издалека этого не видно, поэтому, как бы, едем. Так, давай-ка мы сюда повернем, посмотрим. Что можно сказать? Так, цены на бензин. Не поменялись в Японии, как были, 160-170 йен за литр 95-го. Уже где-то на протяжении 3-4 месяцев такие цены и остаются. Цены на продукты тоже не поменялись. На газ тоже примерно такие же. Поэтому, все без изменений. Что касается, вот, виз и рабочих, и учебных. Некоторые спрашивают, что какие-то изменения там будут, и что сейчас с визами какая-то проблема. Если честно, я не в курсе. Это вам лучше узнать в посольстве Японии, в вашей стране, где вы находитесь. Там, в России, Белоруссии, Азахстан. Узнайте там у них на сайте, либо же в самое посольство приедете, посмотрите, спросите. Вам все объяснят. Потому что, ну, постоянно новости постоянно меняются, постоянно все какие-то либо вводят, либо убирают какие-то ограничения. И тут, как бы, очень сложно рассказать актуальную информацию на данный момент. Это лучше узнавать непосредственно, когда вам вот нужно. Теперь, что касается учебы. Насколько я знаю, в последнее время, в последние несколько лет, некоторые школы японского языка ввели такие дополнительные требования к новым студентам, что новые студенты должны иметь минимум N5-N4 сертификат для поступления в школу. Но это не во всех школах тут. Я знаю, что есть некоторые школы. И, как вы знаете, эти сертификаты можно получить только если сдать на Рекщикен. Но из-за пандемии они эти экзамены в прошлом году, по-моему, вообще не проводили. Либо там перенесли, либо там не проводили совсем. И вот в этом году я не знаю, как будет. Может быть, полегче станет, хоть будет, можно будет сдать людям. Но без этих сертификатов, как бы, приехать на учебу не получится в некоторых школах. Поэтому вы смотрите там. Ты какой алоэ здоровый. Здесь прикольные такие сады. Я здесь, кстати, не ездил ни разу. Первый раз вообще катаюсь. Это вот типичный городок. Кавасаки здесь. Район Кавасаки, да. Ну, здесь очень много городов разных, небольших. Они так соединены между собой. Вот школа. С левой стороны это спортзал школьный. Там вон главный корпус у них находится. Прямо вон там. Дети в бейсбол пришли поиграть. Впереди видно. Да. Поэтому, ребята, тут такое дело. Сейчас с обучением и с устройством на работу я, конечно, не знаю. Возможно, там какие-то меньшие ограничения. Но вот с обучением, с некоторыми школами есть небольшие проблемы. Потому что вот эти нореку нужно сдавать. Далее. Что еще есть? Что еще есть таких новостей? Ну, да, как вы знаете, в последнее время выходило не так много видео. Я об этом писал в Ютьюбе, там, в сообщениях. Так как было много очень работы. Ездил постоянно по командировкам. Вот с января, даже не, с декабря. И вот по конец марта. Постоянно в командировках. Постоянно занят. И физически не было свободного времени записать новые видео. Сейчас более-менее посвободнее стало. Надеюсь, смогу больше записывать новых видео для вас. Ну, кстати, платная краса. Да, и не забывайте писать в комментариях, что бы вы хотели увидеть в новых видео. Может быть, темы, что вас интересует. Но, конечно же, без политики. Без политики. Так как это изначально прописано в правилах моего канала. И я их не меняю. Вот. Любые темы не политические. Да, кстати, насчет монетизации. Да, монетизации. Возможно, многие из вас заметили. Но в... Вот начиная с этого года, с января, в моих новых видео нет монетизации, нет рекламы. Я ее отключил. Изначально. И для всех новых видео никакой монетизации не будет. Но это еще было до того, как монетизацию отключили в YouTube для России. Для других стран-то она осталась. Но и чтобы в других странах тоже не мешать просмотру, я ее украл от монетизации. Потому что, во-первых, прибыль вообще копеечная. Там просто ни о чем. И она только мешает, я считаю. Вот, кстати, красивая аллея такая с... с сакурой. Или это слива. Я не знаю. Да, так выглядит. Красота. Мы проедемся прямо. Да. Вот, если так, для примера, если кто хочет узнать, да, сколько же YouTube платил за монетизацию, вот, у меня за 3,5 года, за 3,5 года, за миллион просмотров, вот, примерно, у меня миллион просмотров было за 3,5 года. Да, конечно, немного, но все равно, как бы. За миллион просмотров они заплатили 100 долларов. Ну, то есть, можете посчитать, сколько стоит один просмотр. То есть, ну, если так, грубо говоря, один доллар за 10 тысяч просмотров, на М-классе. Ну, это вообще ни о чем. Учитывая курс рубля, сейчас на... или курс доллара, да, 90, сколько он там, 95-90. Около 90, да, там. Это вообще ни о чем. Это просто копейки. Да, поэтому я решил отключить. Ну, потому что просто не вижу смысла. Да, кстати, красивая аллейка. Прям классно выглядит. Дети играют. Ну, так, спокойненько едем. Ну, это вот платная трасса с левой стороны находится. Да. А я до 140-й доехал. Понятно. Я все понял. Я все понял. Я знаю, где это. Что область идут. Ну, какая парковочка классная. Газончик. Кстати, редкость. Потому что обычно на парковках в Японии асфальт. Здесь прям газончик. Да, 140-я. Да, 140-я. Вон, впереди видно на Мачу направление. Нет, классно. Погода самая то. Прям шикарная. Мне нравится. Не жарко, не холодно. И дождя нет. Потому что в последнее время дожди шли. И даже вот мы на работе постоянно же на свежем воздухе работаем. И когда дождь идет, ну, не очень. Потому что получается мокрое, холодное. Там ветер холодный. И вообще не вариант. А так как сейчас на данный момент где-то плюс 20 на улице. 22. Где-то так. Ветер небольшой. И он не холодный. Такой теплый ветер. И дождя нет. Прям супер. О, Honda PCX. PCX. Поехали. 125 кубов вот эти розовые номера. Вот тут огороды уже. Люди все посадили. Тепло уже. Они еще с конца января уже сажать начинали. Да, в феврале уже сажали во все. Вот такое место. Как бы с одной стороны здесь идет жилой квартал. Вот справа. И здесь спальный район, где люди живут. Спят тут. А с другой стороны тут огороды. И люди, у кого есть земля, там огороды, они выращивают. Вот видите, здесь кто-то вот дома построил на месте огорода, кто-то парковки. Ну, в общем, как-то так. Такой спокойный, тихий район. Мне на самом деле нравится кататься по таким тихим райончикам, где вот сады такие разные. Видите, слева. красивые. Тихие спальные районы. Такие небольшие домики частные с садиками. Ну, я имею в виду японский садик такой. Мини бонсай там и что-то еще. Ну, там новые дома будут, видимо, строить. Видите, снесли. Снесли дом. Айон. Айон это известный супермаркет продуктовый. Ну, там продуктовые товары для дома. 7-Eleven. Да. Синхуй. Вот такие даже есть хвойные сады. Тоже, что большая редкость на самом деле. Тут лиственница, не знаю, вот эти вот длинные иголки или что это. Ну, да. это, кстати, новая модель этого PCX впереди едет прошлого года, по-моему, 2021. Вот так сейчас выглядят сзади две полосы такие. Здоровый мопед на самом деле этот скутер. он размерами примерно вот как этот. Как DRZ. Вот если вот сейчас подъеду сбоку, блин, я не подъеду, он уехал вперед. Продумай, никакой, а. Да. Вот такие дела. вон там огороды впереди. В основном рисовые поля, конечно, но есть сады, есть просто огороды, где выращивают вообще все подряд. А вот это вот с левой стороны GA, видите, вон надпись Yokogama GA, это местное управление фермеров, ну, то есть ассоциация фермеров, как, по-моему, Japan Agriculture, что-то такое, точно не помню. Значит, если люди, вот кто владеет землей и туда вступают, они могут в этом, в этой организации, ну, там какие-то взносы, по-моему, платятся, насколько я помню. Вот, но они могут в этой организации в аренду брать какую-то технику, недорого. Им выделяется также небольшие субсидии, если у них там какой-то на покупку земли или еще что-то. В общем, такая организация, помогающая фермерам. Да, там многие люди, кто занимается своим хозяйством, туда вступают. Япония. если интересно, почитайте, вы найдете там на официальном сайте есть более подробная информация. мы продолжаем ехать. Вот тут огороды, видите, с левой стороны. Капусту выращивают, там еще что-то. И тут же жилые дома. Вот так вот у людей. Ну, считай, как в деревне, по факту. Вот у нас, я помню, в нашей области так в деревнях было тоже. Там приезжаешь, у них дом, значит, этот, палисадник прямо перед домом стоит. буквально под окном там выращивают помидоры, огурцы. Ну, картошку, конечно, не сажали, но вот так вот морковь, так по мелочи, что-то там еще сажали. А здесь вот река с левой стороны, ну, как река, это ливневка по факту. И вот рядом с ней красиво сакура цветет. Здесь очень много, кстати, мест, где можно посмотреть на цветущую сакуру прям супер. Особенно вот красиво на Накамегура. Там канал такой идет и вдоль канала куча сакуры прямо таких деревьев свисает над водой. Прям очень красиво, особенно когда они в самые дни цветения. Там классно выглядят. Я думаю, многие видели фотографии, вот одно из самых известных мест в Японии, ну, в частности в Токио, где очень красивый вид на канал с цветущей сакурой. Да. Тут вот, кстати, склады в таких контейнерах места арендуют для, ну, как сказать, погреб, не погреб, ну, кладовка. Кладовка такая для вещей, которые, ну, в данный момент не используются. И люди арендуют. Примерно цена аренды от пяти до там десяти тысяч иен в месяц. Считай, как парковка для автомобиля по факту. Ну, потому что парковка в, вот, в таком городе перед домом будет стоить примерно, ну, там, восемь-десять тысяч иен. Вот, к примеру, да, вот такой вот дом, да, и парковка перед ним здесь вот будет стоить восемь-десять тысяч иен. Это стандартная цена. Ну, если, конечно, дом не свой, если дом свой, если дом уже, как бы, куплен, и земля куплена, то тогда парковка для вас будет бесплатно. Да. Ну, так платно. Камы. Мы едем, едем, едем в далекие грани. Вот, кстати, с правой стороны там наверху, по-моему, парк, насколько я помню. Да. Наверх туда если заехать, но он там. Но с этой стороны подъема нету, только с обратной стороны этого близки. Вот, единственное, вот что мне не нравится, конечно, в Японии, то, что у них очень много вот таких, ну, скажем так, проездов тупиковых. То есть, когда ты вроде как хочешь проехать туда, в парк, на горку, куда-то, заезжаешь, а там хобо и тупик. И при этом это нигде не написано заранее, то есть, это нужно прямо именно знать. Вот здесь Кудома-нукуни, это парк развлечений для детей. Здесь находится большой парк. Огороды сразу. Да, вот клиника зубная вверху, вот реклама. Четыре километра до нее. Пишет. А там вверху, кстати, это кладбище, вон там вверху. Вот это выезд из него. У них кладбище прямо в городе, прямо едешь. Это не то, что как у нас в России, там где-то за городом обычно стараются делать кладбище. А здесь прямо в городе, прямо в городской черте, может прямо стоять между домами. Да, это нормально считается в блюде. Чтоб далеко им не ходить, но и либо оно раньше там было, когда еще домов не было, а потом дома там вокруг понастроили и кладбище между домов оказалось. здесь красиво сакура светет. Тут находится известная студия ТБС, я думаю, многие знают ее. и также замок Токеши здесь находится. Как раз эти павильоны. Вот с правой стороны вот они большие, вот это телестудия. Вот с правой стороны там красиво сакура тоже цветет. я туда не не заходил, не знаю, что там внутри. Ну вот это их студия. Большая. А с этой стороны тут гольф клуб. Слева. Вообще тут очень много земли отдано под гольф клубы. я вообще не понимаю нахрена. То вот японцы говорят у нас тут блин мало места нам строить негде. Мы тут живем ютимс. Не знаю как. При этом смотришь вот по стороне да в основном одна двухэтажная застройка. Вот просто одна двухэтажная застройка. Вот вы видите да вот даже здесь да высотное здание даже не строят. понимаете то есть у них почти вся Япония вот такая то есть одна двухэтажная застройка то есть только крупные города где-то Киото Токио Осака ну отки областные города они имеют высотные здания а все остальные небольшие города не имеют высотных зданий максимум там 3-4 этажа будет около станции и так далее в основном двух вот одна двухэтажная застройка и после этого они говорят вот у нас места нету так естественно блин нифига себе вы застраиваете этими частными домами всю страну плюс при этом ну ладно я понимаю там дома бы не было места строить вы блин под гольф поля столько места выделяете посмотрите сколько гольф полей в Японии каких они размеров вы охренеете у нас в России даже таких мест в городе что под спортивные какие-то стадионы или еще что-то не выделяется таких объемов площадей здесь в Японии эти гольф поля тут напиханы в каждом городе по несколько штук ну я имею ввиду крупные города они не деревня но даже в мелких деревнях есть вот типа таких вот площадок где тренироваться можно там приезжаешь тренируешься тоже в гольф при этом гольф как бы это не не национальная игра в Японии то есть национальная игра в Японии это бейсбол и регби то есть в Америке они все все игры взяли и бейсбол и его трекби вот это национальные игры японские то есть во что японцы в основном играют кстати вот интересный такой хранилищ или что это в горе прям замурованные там проходы видимо что-то такое это храм туда вход интересно 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 да вон сакра розовая вверху блин витрик поднялся сильнее она всем спасибо за просмотр если вам понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки делись этим видео с друзьями ну и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео о Японии а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал где я буду публиковать все последние изменения по каналу у нас с вами был Дэн до новых встреч увидимся